Я на новом аккаунте, все, кто меня знает и любит, всех приветствую. Сегодня я хотел бы вам рассказать и показать часть небольшого семинара, который проходит у меня среди коллег в Микино. Очень, во-первых, благодарен, что меня пригласили. Я постараюсь с простыми вещами поговорить, чтобы люди понимали происходящее. Ну, за мной вы посмотрите. Будут вопросы, задайте их, пожалуйста, потом в своих комментариях. Итак, сегодня речь пойдет о родовой травме, о коррекции ее, вернее, диагностики и о том, как это может быть полезно для логопедов, нейропсихологов и тех людей, кто работает с детьми. Сегодня у меня модель уже вышла из детского возраста. У нее четверо ребятишек, правильно? И возраст чуть больше 18. Поэтому мы посмотрим, насколько даже во взрослом возрасте то, с чем вы сталкиваетесь постоянно в своей повседневной жизни, может влиять на человеческое здоровье. Сегодня раздел с точки зрения физики. Для того, чтобы нам было хорошо все видно, я займу вот это положение на стульчике, в вашу камеру вот сюда за меня встать, так, чтобы людям было видно. Ну, там, как-то вот, разгвиньтесь, пожалуйста. Вы, пожалуйста, сюда встаньте. Зовут вас еще раз Юля. Вот, смотрите, перед нами прямо красивая модель. Специально ее выставил на желтый фон, чтобы всем было все видно. Я сейчас подойду, встану за моделью. На что можно обратить внимание, если к вам, допустим, пришел подробно? Чем больше у вас будет появляться навыка, тем вы сможете на более мелких, подопечных своих это видеть. Обратите, пожалуйста, внимание. Стоит у нас человек. Ножки вместе ровненько сделайте. Все выставили принудительно на один уровень стопы. И смотрим. Смотрите, какое шикарное положение плеч. Одно выше другого. Причем так существенно, да? Вот здесь мышечный спазм. Больно, да? То есть, вот здесь мышца в гипертонусе. Одно ушко здесь выше другого. То есть, идет перекос костей черепа. Дальше, если мы посмотрим. Сейчас на стульчик сяду. На желтый фон, шикарно. Смотрите, одна рука на этой линии туловища, а вторая гораздо дальше. То есть, у нас идет разворот плеч относительно таза. То есть, таз стоит и плечи стоят. То есть, у нас позвоночник скручен. Торсия позвоночника. То есть, по сути, плечи, ноги. То есть, человек у нас пойдет вот сюда. С вектор движения у человека будет вот сюда. Вот так будет ходить. Я сейчас это продемонстрирую. Поэтому, смотрите, какое серьезное нарушение осанки. Одна рука на ней лежит, а у второй просто дыра. То есть, идет С-образное искривление грудного отдела позвоночника. Скручок грудного отдела. Вы это можете посмотреть простым невооруженным глазом на каждого ребенка. Единственное, если он не супер-гиперподвижный, но это уже можно видеть. Асимметрию по лицу. Одна в руку выше другой. Смещенная челюсть. Нарушение прикуса. Окклюзии, смещение челюстей. То есть, то, что я на зубке покажите. Вот видите, сзади челюсти. Нежная челюсть уехала к сзади. На языке ортодонтов это будет печать. И зубки развернул. То есть, у нас есть проблемы с крестообразным швом. И косточка, которая называется сошник. То есть, череп человека пострадал. Если вы смотрите это на ребенке, то можно спросить маму. Ну, понятно, он так бегает. Ну, кстати, как удобно. Бегает, прыгает. Ну, все, хорошо. Вы у мамы спрашиваете, как проходила родовая деятельность. И она вам говорит, что, допустим, долгие роды, скорые роды, любые вспомощные мероприятия, наркоз, разрывы. Тем более, кесаревое сечение. Это даст стопроцентную родовую травму. Вы у мамы спросили. Она говорит, слушайте, ну там, я каких-то историй-то не услышал за свою деятельность. Вы это услышали и себе отметили. И потом посмотрели на ребенка, либо на взрослом человеке, на подростке, что такая родовая травма есть. Если вы что-то не увидели в положении стоя, что можно посмотреть? Что будет являться индикатором наличия такой родовой травмы? Называется флекс-тест. Очень простая штука, которая, если он есть, говорит стопроцентно о наличии родовой травмы. То есть некорректная работа. Что такое родовая травма, я сейчас расскажу. Вы перелезанку поставите, пожалуйста. Крупно снимем. Спиночкой ко мне. Ноги вместе ровно. Вперед смотрим. Вперед. Ну, все видно. Самый неваженный. Вы просто встаньте, посмотрите все, да? Прямо можно прям за мной встать со стульчиков. Девочки, чтобы все где-нибудь выглядывали из оператора, встаньте и посмотрите. Я же для этого приехал. Видите, да? Разницу. По остям лопаток видно разницу? Сзади по остям лопаток. Рука лежит, видно? Здесь дырка, видно? То есть, у нас вот так ушел корпус. Чем это будет характероваться? С позволенияю, Юль, маечку вот так чуть подогнем. Штанишки чуть-чуть опустим. Поставлю пальчики. Ну, во-первых, видите, как выпирает таз с этой стороны, да? Просто я специально взял взрослого человека, чтобы здесь было четко видно. Поставил пальцы на крылья пояснично-повздошных костей. Вот косточкой. То есть, у нас вот так таз. Я на крылья этих косточек поставил пальчики. Уже видно перекос, да? Видите, один выше другого. А теперь медленно-медленно, спокойно-спокойно. Ручками к полу мы огибаемся. Видите, как правый уезжает вверх. Стоп. Назад. Еще раз, будьте любезны. Стоп. Назад. Сегодня вот этот сустав стоит на месте. А вот этот сустав описывает вот такой радиус. Все. Значит, практически у меня человек движется на левой опорной ноге. То есть, вот такие движения он совершает. Правильно? Писать в дольше радиус. Что такое у нас родовая травма и что она нарушает? Она нарушает, прежде всего, крайнего-сакральный ритм. И вообще, крайнего-сакрального ритм в переводе на нормальный человеческий язык. Череп, таз. Система диафрагма. Мы на вдохе делаем вдох. И кости черепа разошлись, да? Пошла подача кислорода. Выдох. Диафрагма сделали вдох. Грубо там и суть, да? Выдох. Копчик, позвоночник. Те же самые движения. Копчик, позвоночник, нижний насос. Череп верхний. Соответственно, вдох-выдох. Что такое гипоксия, с которой приходят к вам 90% детей, да? Как она выглядит, я покажу. На вдохе идет подача артериальной крови, да? Насыщенной кислородом. Давление высокое, передавить невозможно. Ну, артерию идите, передавите. Обратно пошла обратка. Венозный отток, да? По второй трубе. Выдох. Давление гораздо ниже, помните, в школе баловались. Пальчиком взяли, засыпать начали. Вот эта гипоксия, по сути дела, испытывает каждый человек, имеющий родовую травму. На этом у вас есть записи невролога, да? И вы видите, ребенок. То есть, мы работаем, мы работаем, наш организм работает на окисление глюкозы, кислородом. Соответственно, если кислорода не хватает, через 10-15 минут у вас ребенка на занятия его подымет, то есть, либо выключен фокус внимания, то есть, датчики закончатся, у него включились обычная борьба за жизнь. Он будет у вас либо бегать, либо прыгать, нагонит в голову кислород и сядет снова вас слушать. И так будет происходить. Вы смотрите, ничего не можете понять. Вот он сидел, вот у него глаза потухли, вот он соскочил и побежал. Почему? У него вырублена большая ягодичная мышца, прямая мышца живота, то есть, то, что у нас найдет в паттерне шага. А он у вас сидит на попе, а череп накачает. А вы с него требуете кучу внимания. Его компьютер загружен совсем другими задачами. Поэтому есть сложность. Какие вещи при такой травме мы будем видеть даже у взрослого человека, который будет прогрессировать. И человек, женщина с подобным тазом, со смещенными родовыми путями, будет усиливать эту травму от поколения к поколению. К вам зашел ребенок, вы на него даже не смотрите. Вы смотрите на маму, да? Стоит мама. Выключила таз, да? То есть, она руки убила назад, чтобы выдержать центр тяжести. Помните вертикализация, да? Или вот так она встала. Или вот так. Ну, смотря куда вы колоните руки, это балансиры. Куда ваша челюсть, туда ваш корот. Видите, да? То есть, вы посмотрели на маму, оценили ребенка, попросили, ну, то есть, спросили, как пошли роды, да? И вам говорят, да ты что, ну, дальше варианты, да? Козырь прокололи. То есть, кто-то в разряде Бог. Может, ему смену надо было сдавать. Сказал, сегодня у тебя плановые роды. Знакомая ситуация, правда? Я не буду обсуждать действия врачей, я не буду обсуждать, там, что такое, там, то-то, то-то, то-то. Я вам просто говорю факты, да? И мы получили. Долгие роды, скорые роды, вспомощные мероприятия. Кого-то давили, тянули, орали. Там, нам еще кушетка добра отдала, да? Значит, теперь, как это отражается даже на взрослом человеке? Вот диагностика в положении стоя, понятно? Так, давайте теперь посмотрим, как даже у взрослого человека это будет работать. Нам нужна какая-то система измерений. Ложитесь пока сюда головой на спину. Да. Сюда головой на спину. То есть, я вам более расширенно покажу, чтобы вы имели представление о тех нарушениях, которые свойственны этим проблемам. Хорошо? То есть, во-первых, мы помним, что у нас есть волшебный спазм. Вот он сразу, у я-у я, больно, да? То есть, мышца в гипертонусе, стоит на нее нажать, а вот эта мышца, она отлично. Здесь хоть жми, хоть дерли, не больно. Не больно. С этой стороны сразу больно. То есть, мышца уже в спазм. Соответственно, обратный отток крови, венозный, уже передали. Вы можете даже положить ребенка по взрослению на кушетку. То есть, вы не верите пока своим глазам. Что вы можете сделать? Можете взять, так вот руки под затылок положить. Чаще всего, вы увидите, если он ляжет насквяне, у него будут либо ноги в тонусе, коленочки, да? До конца не разгибаются. Либо одна из ног будет лежать вот так. Помните почему, да? То есть, она налево и ходила, а права не приставляется. Я попробую с правой ноги попросить прыгнуть. Будет проблема, она не может с нее прыгнуть. Почему? Сейчас покажу. То есть, вы можете оценить положение стола. Допустим, взять ребенку голову, попросить его поднять подбородок к груди, прижать. Таким образом вы выключите из работы шейный отдел позвоночника. И попросить, внучка, будьте любезны, самостоятельно голову влево поверните. Сектор поворот. Угу. Вправо. Как вам разница? Еще раз, да? Некорректно это делать сидя и так далее. Выключили шею. Я вообще что-то делаю, просто держу голову. Голову влево. Голову вправо. Ну, то есть, мы не даем поднимать плечо, кинуть, да и сразу понимаем. Вот такой сектор поворот. Если мы говорим о том, о каких-то связях в теле, да? То есть, я вам покажу более расширенную картинку, чтобы вы понимали, а что там с ребенком происходит, со взрослыми и так далее. С такой проблемой чаще всего связана работающая пояснично-подвздошная мышца. Она у нас участвует в том числе в стабилизации таза, много еще где у женщин там в своем, там в родовой деятельности и так далее. Смотрите. Ножку в сторону. Вот так она тестируется. Положение рук. Здесь я поддерживаю таз, чтобы он никуда не уехал. Я давлю вниз, а вы со всей силы держите. Договорились? Держите, пожалуйста, тоннув. Нет, я кушаю тоннув. То есть, тоннувся нету, а слова совсем. Ножку не свалите. Ну, просто никак не держите. Но стоит человеку поднять голову, будьте любезны, давлю. На ноге повиснуть можно. Голову отпустила. Выкачивается. То есть, у человека не работают длинные стендзеры шеи. То есть, это мышцы, которые крепятся за второй, третий примерно грудной позвонок. И вот так проходят. Давайте посмотрим, как у нее работает шейный отдел позвоночника. Да, мышцы шейные. Лбом в руку у нее притязь. Я просто надавлю на голову. Попытайтесь удержаться максимально. Еще раз. Понятно, да? То есть, не работает ничего. При этом четверо детей. При этом мы живем. Да, у нас болеет спина. Мы стоя поработали королем. Почему уже показал? Половина мышц просто не работает. Давайте покажу буквально. В любом деле нужна какая-то линейка. Это будет мышца. Тонусы, вам известно. Либо тонус есть, либо тонус нет. Ничего другого нет. Логично. Я беру мышцу, которая называется дельта. Вам вот для того, чтобы понять, что есть родовая травма. Вот то, что я показал, уже дает все картинки. Череп перекошен. В крайнем сакральном ритме как-то работает. Одну сторону. На шее спазм. Стоит человек, ногу поджал, руки завел. Какой-то гиперлордоз, гиперкифоз. Смотря куда, чего сместил. Вам надо понять картинку и отправить к смежнику. Так же, как я отработал. Понимая, что у ребенка все включено. Пока кофе в рту, он что-то не успевает мне сказать. Я говорю, ребятки, ближайших логопедов, вы откуда? Митина, сюда. Там, не знаю, Рублевка, то да, а это сюда. Вот кого я знаю, химки, то да, а это там. Ну и так далее. Это ваша работа. Но смотрите, какие бывают трудности, если это ничего не делать. То есть я беру тестовую мышцу и прошу вот так вас тянуть ручку. Когда попрошу, тяните ручку, шикарно, спину не включаем, меня не побеждаем, тяните. Отличный тонус. Все, что я прошу сделать, взять язычок и сместить его на лево. То есть я даю нагрузку на подъязычную диафрагму, тяните руку. Шикарный тонус. Язык направо, тяните руку. И тонус куда-то делся, да? То есть что я дал? Нагрузку к подъязычной диафрагме. Если есть смещение затылочной кости, дисфункция затылочной кости, то все рухнет. При этом молодая и красивая лево тяните. С шикарным тонусом. Стоит мне покачать подъязычку. Ну, механическую нагрузку дать. Тяните. Все тут же рухнет. Вы мучитесь этой подъязычной диафрагмой, да? Там, с тонусами. Мужеств различных, не будем сегодня про название, да? Я просто показываю. То есть организм придумал какие-то подпорки. И как-то научился работать. Любая нагрузка на организм. Тяните руку. Ну, допустим, я возьму и хлопну в ладоши. Тяните. Выключить эту мышцу напрочь. Причем тонусы рухнут везде. Большой палец ноги тяните на себя. Шикарный тонус. Тяните. Разница. Понятно. То есть наступает дезорганизация центрального геннеза. То есть по-русски. Центральный компьютер не успевает заседать. То есть он начинает решать совершенно другие задачи. Он не понимает, что вообще произошло. То же самое происходит с тазом. Ручку-то видите? Я беру таз и раскачиваю. Ну, человек встал с ушедки, пошел домой. Раз, два, раз, два, раз, два. Дените. Наглядно, правда? Да. О чем это говорит? Вот эта машина, конкретно этот компьютер, не работает комфортно и корректно. Соответственно, организм как-то приспособится. Ну, допустим, будет ходить не за счет того, что ягодицы там и там еще чего-то, кривые мышцы животные. Ну, как-то ходить плечом-то, рукой себе помогать. Ну, тут какие-то вспомогательные мышцы. Я не знаю как, каждый раз надо смотреть. Теперь представьте, вот так идет танцы. То есть один сустав делает как минимум 30% работы больше. Правильно? Механика. Восьмой класс. А теперь спросите у докторов, а сколько у них тазобедренных суставов у женщины под заменой после 40? Ну, пока. И укреснитесь. Почему? Ну, так как их износило. Перед собой 10-15 килограмм, четыре раза поносило, четыре беременности минимум, да? Ничего не путаю. С вертикализацией, порыча, 15 килограмм повесить. Таз не работает. А ну, пошла за этим тазом. Да, вы выйдете на улицу, женщина на остановках. Вот так стоят еще и ноги вокруг себя заплели, пытаясь как-то стабилизироваться. Наглядно? При этом, любое переразгибание коленочек, тяните, да, с тоже мышечными словами. Есть упражнение, которое все это позволяет корректировать. Я покажу. Долго не буду ваше внимание заострять. Очень наглядная, очень простая вещь. Лбом в руку. Давлю. Шея не работает. Ну, то есть никак. Здесь у чекотонус сумасшедший. Голова крутится вот таким образом. Голову влево. Голову вправо. Пояснично-подвздошная не работает. Ножку в сторону. Давлю. Я давлю. То есть мы с этого начинали. Понимаете? Выше ложитесь, пожалуйста. Позвольте покрывать. Правильно? Что я сделал? Голову в ту сторону. Глазки закручите. Полежите. То есть я работаю с помощью так называемого ребант-механизма. Немножку пока работаю. Зубов-позаговариваю. То есть я определенным образом воздействую на мышцы. Кому будет интересно, я все объясню. Ну, что бы ни на камеру. И вот такое постукивание. Никаких резких движений. Ничего не дергаем. Ничего не щелкаем. Ничего никуда не тащим. Ничего не припируем. Попускаем голову. Ручку под затылок. Пальчики сюда. Вот сюда. Я вас покачаю. Я растягиваю твердую мозговую оболочку. У меня хранится вся мышечная память. Чтоб это никуда назад не уезжало. Убираем руки. Давайте оценим то же самое после моих простых манипуляций. Больно? Громко-то скажите. Нет, не так больно. Спазм нет. Согласны? Голову подгибаем. Самостоятельно голову влево. Всем все видно. Вправо. Оцениваем работу поясничных воздушек. Давлю. Держу. Лбом в руку. Давлю. Это не круто. Это наука на самом деле. Все. Я меньше хотел бы всего показаться каким-то волшебником. Вы волшебники в своем. Я когда прихожу, смотрю, что вы делаете. Это меня заставит делать. Вы видели мужчин-логопедов? С терпением не хватит. Ну, там, может, один на тысячу, да? Вот в этом я чемпион. Поэтому мы нужны друг другу, чтобы работа проходила быстро. Позволите еще одну корректировку сделать? Сделаем еще одну? Да. Напомню. Язык направо. Тяните ручку. Все рухнуло, да? Язычку покачал. Тяните. Все рухнуло. Пальчики возьмите вот так. Сюда их поставьте, пожалуйста. То есть, наш мозг работает на определенных частотах. Называется дета-частоты. Правильно? То есть, я... Закрывайте. С помощью этих частот запускаю сейчас, грубо говоря, сбросить на стройки все, как выпустил творец. До уровня заводских. Таким простым языком, говоря, да? Связанные точки на лице. Вот это называется темперальное воздействие. Простути. С определенной частотой. Убираем руки. Мы помним, что я сказал, что подозечка связана с дисфункцией затылочной кости. Будьте любезны, так ножками не поделайте. На вдохе вдох. Выдох. Договорились? Давайте. Вдох носочки. Выдох. Вдох. Выдох. Я своими руками заставляю мышцы черепа работать в нормальном направлении движения. Все работают как внешний аккумулятор. Движение ног усиливает движение ликры, создавая избыточное давление в черепе, усиливает нашу работу. Все. Руку подковываю. Пальчики. Дайте мне вот так. Сюда. И вас покачиваем. Закон. Убираем руки. Смотрим, что-то поменялось или нет после моих манипуляций. Ручку туда тяните. Язык направо. Тяните. Рассказ о том, что у меня 40, 50, 60. У меня череп срос. Наверное, это смешно звучит, да? Последний раз он у нас не двинется, перед тем, как мы умрем. У меня есть рентгены пациентов, 63 года, 64 года. Рентген до, рентген после. УЗИ до, УЗИ после. Слепки до, слепки после. Каким интересно, посмотрите. На живот ложите еще кое-что. Покажу. Много работаете за компьютером. Много сидите из дни. Кисточная терапия. Что-то рисуете. Что-то делаете. Логично. Начнем вам показать. Хорошо так. Шея. Голова. 5-6 килограмм. Доклонили вперед. Вот здесь появился логарь. Вертикализация. И выполнял. Вот так посидели. Ну, за кассой, магнитом, на рецепции. С ребятишками. Поиграли с ними. Да мы еще почитали. Статейку в интернет напечатали. Гирный экстензор и шеи для этого не приспособлен. А ножку дайте. Смотрите, что происходит. Давлю ногу. Держим. Тонус шикарный. Ножку давлю. Видите, тонус отсутствует изначально. Стоит мне закоротить электрический сигнал вот в этой точке. Пояльца тонус. Уберу палец. Тонуса не будет. То есть сместила второй, третий позвонок. Ну, просто он показывает уже, куда все это выливается. И, скорее всего, одна из рук, в данном случае, скорее всего, левая, испытывает дикий дискофаг. Почему? Мышцы, которые отвечают за работу плеча и вот этой все группы, куда-то вытянуло, перекосило, не работают, не корректно. Вот это все может быть предметом работы кинезиолога с точки зрения физики. Можете вставать сейчас. Мы уже закончим без камеры. Друзья мои, постарался провести еще один премьерный эфир. Для вас спасибо и вам огромное. Я уже заканчивать буду без камер. Может, там есть какие-то вопросы. Кто-то смотрел. Ничего нет. Все понятно. Ну, хорошо. Эфир я сохраню. Будет в ленте. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok